Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, вы всегда на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Даже как-то грустно, потому что в этом выпуске мы за финалем путешествия на Шри-Ланке. Кто все пропустил, то да, мы почти три месяца здесь пробыли, мы оставили машину в Турции, и уже завтра, в следующем выпуске, вы увидите, как мы туда летели, пустят ли нас в Турцию, как вообще у нас будет все это дело происходить. А сегодня в выпуске погрузимся вот в эту атмосферу нашего последнего дня, потому что сегодня будет очень много интересного, мы даже будем дарить подарки местным. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки и погнали в новый выпуск, в крайний день на Шри-Ланке. Гоу! Утро начинается просто с походов в магазины. Нужно кучу всего купить на самом деле, от батона, в прямом смысле слова, до зарядного устройства. А еще в последние дни я заметил, что на Шри-Ланке все подорожало, ну где-то что-то на 100 рупий, что-то на 50 рупий, вот, например, салфетки мы всегда брали за 800 рупий, сейчас они стоят 890, инфляция. Смотрите, что купил. Снова взял биту, крикет, и снова провод для телефона. Мы уже два провода здесь купили, представляете, и они все горят. И вот там сейчас в отъезд, учитывая, что у нас долгая пересадка, нам нужно обязательно купить еще один провод, потому что, скорее всего, все будут залипать в гаджетах, чтобы хоть как-то время провести. А биту купил, потому что та большая, и нам не влазит в чемодан. Но так как это подарок Родиону, нельзя просто взять ее и выкинуть, и оставить его без биты. Поэтому мы ту биту подарим местному здесь пацаненку, а эта поменьше бита, им как раз даже будет удобнее играть. Просто когда я покупал изначально ему биту, такой не было. Купили, значит, мы вот такую вот штукенцию. Это у нас заказ из Анталии от Натахи. Вот, в подарок ей берем. А Владу купим местный Ромка Липса. Надеюсь, тоже будет рад. Сходил в один магазин, сходил во второй магазин, в третий, в четвертый. И проблема в том, что они все разбросаны. То есть до каждого магазина нужно идти по жаре. И целая проблема, что ты не можешь купить все в одном магазине. Нам сейчас в путешествиях очень сильно не хватает как раз супермаркетов, где максимально все удобно. Ты просто зашел в приложение, накидал все в корзину, и уже через час у тебя дома заказ. Когда мы путешествуем по России, мы всегда пользуемся доставкой от магазина Перекресток. Там более 35 тысяч наименований товаров. Есть абсолютно все. От обычных продуктов до зоотоваров. Самое главное, что там акции и скидки такие же, как в обычном офлайн-магазине. А ваш заказ доставят в лучшем виде примерно за один час. Вот, например, мои родители чаще всего после работы едут в магазин за продуктами. Ну, представляете? То есть ты отработал целый день, потом едешь целый час до магазина. Час ходишь по магазину, собираешься в корзину и отправляешься домой, уставший. И еще и в магазине так устаешь. А бывает такое, что ты приходишь от магазин, и чего-то не хватает, и ты отправляешься в другой магазин. И вот мы их всячески начали приучать и доказывать им, что доставкой от магазина Перекрестка пользоваться очень удобно. Вышел с работы, завел машину, пока машина греется, накидал все в корзину. Пока едешь до дома час, приезжаешь, тебе уже чик-с, пакеты в дверь. И все, что ты заказал, у тебя находится дома. Доставка, Перекресток, ну посмотрим, что там. Я на самом деле часто им делаю такие подарочки, заказываю сам, пока мама едет в дороге, и она получает это, когда приезжает домой, конечно, очень рада. Ой, Славик, спасибо, все доставили, все хорошо, в целости, в сохранности. Уверен, что из моих подписчиков есть те, кто оценит и удобство приложения, и качество доставки. Ну и, конечно, те, кто захочет порадовать своих близких. Для вас у нас есть промо-код, по которому будет доступна скидка аж в 20% при первом заказе для новых клиентов. Ссылка в описании, переходите, пользуйтесь и наслаждайтесь комфортом. У кого уроки, а кто-то, как я, работает. Смотреть, что нам пришло на почту. А это регистрация на рейс от FlyDubai. Сейчас пройду по ссылочке и буду регистрироваться. Вообще, обычно за 24 часа, по-моему, регистрация, здесь вот за, получается, двое суток ее открыли. Ну, не знаю, получится, не получится, мы вместе смотреть. Единственное, что я думал, что у нас будет питание, а в итоге питания у нас нет. Вот можно было только место, получается, выбрать, вот, за ноль. Вот мы выбрали, да, и все. Ну-ка, а питание, если... А питание, видите, вот нельзя выбирать, вот щелкаю, нельзя. Ну, окей, завершить. Вот так вот, молодец, Мироша. Еще раз, как ты делаешь, Мирон? Вот так вот, да? Ничего себе! Вот это, да! Братик, занимаешься. Пискультурой занимается, Мироша, да? Школьники маленькие. Ну, вот так вот, да? О, молодец, правиль, кстати, делают. Делай, Мироша. Четыре. Повторяй с ним. Три. Отзиматься. Вот так. Регистрация прошла успешно. Единственное, что не пришли посадочные талоны. Ну, возможно, надо будет все равно подходить к стойке регистрации, давать паспорта. И после этого, в общем, пока что тоже они должны как-то отдельно регистрировать. Где-то есть срочной кладби, то, по сути, удобно. Ты просто идешь и все. Наверное. У нас опыта в полетах мало. Мы больше про автопутешествия. Вот. Поэтому тупим. Много тупим. Тут, короче, на участок хозяина приехал мужик какой-то. И дал нам вот такие, типа, ягоды. Мы загуглили, что это такое. Это получается как бы яблоко. Выглядит интересно. Но смысл в том, что они, короче, прям срывают это все дело и сразу запихивают в рот и едят. Мы-то, естественно, не местные. Мы решили это все дело мыть. Вот. И очень много муравьев. И самое что интересно, что представляете... Сколько их там внутри, чересточку? Короче, вот там вот, не знаю, будет видно, не будет. Смотрите, сколько там муравьев. О, посмотрите, что творится. И вон они побежали по моим рукам. А местные это... И прям с муравьями. Ну, типа, и яблоко поел, и мясо. Сейчас нам еще нужно решить, так сказать, по финальному вопрос с деньгами. Потому что мы хотим здесь купить подарочки друзьям в Турцию. Также хотим купить подарок нашему май-френду Тук-Тук. Тук-Тукеру, который нас постоянно возил. Вот. Ну, еще по мелочи, чтобы были, конечно, отложить рупии, чтобы был трансфер. Трансфер должен обойтись 13 тысяч рупий. И... И-и-и-и. Ну, еще чтобы было на всякий случай в аэропорту. А потом также обналичить здесь рупий. И поменять в ювелирных палатках на доллары. Хотя, опять-таки, это можно сделать, в принципе, в аэропорту. Надо тоже этот вариант загуглить. Сейчас по мониторю, где курс будет выгоднее либо в аэропорту, либо здесь. И чуть позже уже к вам вернусь. Ну, и, конечно, доллары с собой нужны, потому что где-то карта будет работать. Например, в Арабских Эмиратах почему-то доллары там у меня не проходили. Соответственно, нужно, чтобы была наличка. И плюс, если на борту что-то покушать, тогда, когда мы сюда летели, у нас были баксы с собой. Не так много, но, тем не менее, они нас очень сильно выручили. Потому что питаться в аэропортах, в самолетах, не дешево. Мягко сказать, не дешево. Конечно, что касается вывода денег, сейчас не совсем приятная история. Потому что мы выводим, значит, через корону Pay. Закидываем, значит, эти деньги на турецкую карту. Соответственно, мы как бы покупаем лиру. Лира сейчас подросла. И по курсу 4.33 мы уже выводим. Совсем недавно выводили по 3.5, да, 3.6, 3.7. Сейчас вот за 4 перевалило. Вот так вот рубль обесценивается у нас. Дальше мы идем просто в банкомат БОК, снимаем. Мы вот сколько тестировали, мы на комиссиях теряем буквально там 200 рублей. То есть, очень круто, что мы открыли международную карточку турецкого банка. И, кстати, что касается Азерата, например, я тоже много что читал, что вот за границей там не будет работать приложение. Банка и карта там не обслуживается и так далее, и то подобное. Вот эти все страшилки. Ребят, все работает. Но, по крайней мере, я не знаю, как будет у всех. Вот у меня работает. Все это время мы пользуемся этой картой. И ей можно рассчитываться. Приложение также открывается. Ничего не блокируется. Лимитов каких-то катастрофических тоже нет. То есть, я ни разу не упирался в такое, что мне бы там приложение, либо банк написал. Сори, у вас там закончился лимит. Все проходит, все уводится. И все работает. У нас еще целый пакет, значит, с подарочками со стримов. Решили, что мы здесь отправлять не будем. Так как мы уже уедем, посылка будет в пути. И если вдруг что-то случится, и они решат ее вернуть, например, на Шри-Ланку по этому адресу, то ее уже здесь получить никто не сможет. Поэтому решили, что нужно отправить ее будет с Турции. Так что ждите, все отправится. Сейчас решили дойти до океана, до Унаватуны. Так сказать, начинали этот сезон на Шри-Ланке именно с пляжа Унаватуны. И будем его закрывать. Покупаемся. Скажем, до свидания океану. Когда еще увидимся, хрен его знает. Вот. А что, пойдемте тоже посмотрите. Вдруг кто-то впервые на нас попал. Типичное ландийское движение. Очень редко мы используем коляску. Но когда Мирошка прям просится, посадите меня, мы сажаем в коляску и пошли. Вообще, конечно, здесь конкретно очень неудобно. Потому что нигде нет тротуаров. И ты всегда ходишь по дороге. И в случае экстренного какой-то увертывания от всяких вот таких машин, коляской увертываться неприкольно. Неудобно даже. Поэтому лучше на руках. Вот почему мы не любим вообще эти коляски гребаные. Потому что вот прошли немножко. Мирошка насиделся, да? И все. Да, и просит на руки. Потому что... И теперь придется тащить и его, и коляску еще. Давай. Вот такие дела. Родик, хотя бы ты запрыгивай. Давай. Запрыгивай. Давай, Тёма, запрыгивай. Ну а что касается сезона, мне кажется, что мы на самом деле правильно и вовремя уезжаем. Потому что уже середина апреля. И океан стал какой-то странный. Ну, больше волн стало. Как будто грязь кто-то подкидывает туда. Всякие бутылки, палочки, пакеты. Дождей стало больше. Вот сегодня, например, даже днем шел дождь. Такого не было давно вообще. Ну, мы даже не припомним. И по вечерам идет каждый день. Не знаю, как там на востоке Шри-Ланке. Но, по крайней мере, здесь, на юге, это так. Еще надо подстричь пацанов. Обязательно. И меня. Ты не хочешь подстричь ты на лысом? Это тебе вопрос, Настена. Очень. Чтоб не жарко было. Я решил не заморачиваться. В общем, здесь с долларами. Менять эту рупию. Приедем в аэропорт. Там все поменяем. Там это точно есть. Даже если немножко проиграем, ничего страшного. У нас не будет там большой пачки денег, чтобы прям... Ой, как много мы потеряли. Вот. Поэтому ничего страшного. Ну, что же. Добро пожаловать на пляшу новатуна. Я уже говорил, он большой, длинный. Здесь куча мест. Все места хватит. По фонарике зажглись, видите, мы вечерочком пришли. Давай, Мирошка, слазь. Беги. Все, как говорится, геймой. О, он будет разбегаться, да, Мирошка? Эх, океан сюда здесь теплый. Это очень хорошо. О, какая волна идет. Вай-вай. Доставка сына называется, да? Эй, красота. Опа. Нормально. Но это далеко не заходи, Тёма. Так, окая волна идет. Смотрите, вот это да. Ой, смотри, как ты... Смотри, Тёма, как ты дотянула тебя. Вообще сбивает просто. Ладно, короче, давайте нырнем. И я потом буду... Ой. Я потом Мирона буду брать. Я думал, я от берега отплыла. Нет. Волны. Смотрите. Просто капец. Ой-ой-ой. Не, у нас срубилось. А вон там, да. Оу. Морить, как чанец. Ой-ой-ой. Вау. Угу. Давай мне Мирошку. Мирош, пойдем купаться. Мирошка, пойдем купаться. Устанавливай. Ну вот и все, как говорится. Говорим пока океану. И двигаемся дальше. Небольшая пауза. Не могу не рассказать. Ребята, мы наконец-то выпустили наш авторский гайд по Дагестану, где собрали весь наш опыт и сделали для вас маршрут. Вы его приобретете, изучите и отправитесь в Дагестан, в горный Дагестан. Это будет ваше путешествие, словно вы едете вместе с нами. Мы берем вас за руку и вот так вот по всем местам проводим. Вам даже ничего в навигатор не надо добивать. Там нужно в гайде будет нажать одну кнопочку и все. Добро пожаловать, как говорится. Цена всего лишь 490 рублей, а ценность космическая. Ссылка есть в описании и также по этой ссылке в описании вы сможете увидеть наши другие гайды. Думаю, что сейчас перед сезоном вы сейчас думаете, куда же отправиться свой авторский гайд. Так вот, приобретайте любой из наших гайдов и отправляйтесь в путешествие. Ссылка в описании. Мы даже сегодня в заключительный такой вечер решили поужинать именно аламкийским рисом. Я сгонял, заказал рис. Ты же помни, тарелка, одна порция. Помни, это вот-вот, все, вот это вот одна порция. Еще мирошки, да, цыпленные? Да, это им раз, два, у мирошка. Руками, как он тихий. Капец, еще вот тут добавили от кари. Что уж какой-то кари. Интересную штуку. Что будем ужинать, ложиться и потом продолжать уже прям финальные сборы, потому что вот завтра день у нас должно быть все максимально собрано. О, доброе утро, да, как говорится. Сегодня спать долго не приходится, потому что сегодня дел просто вагон. Завтра вылет. Надо сегодня все прям финально собираем чемоданы. Приводимся в порядок. Так, еще раз подтверждаем трансфер и в путь. Так что встаем. И, конечно, сразу откладываем 13 тысяч рупий. Эта оплата будет за трансфер. Бегу в магазин, вайн-стор и просто офигел. Посмотрите, река вообще высохла. Вроде и дожди сейчас часто, но река сухая. А бегу я вайн-стор для того, чтобы, как говорил ранее, купить ром, местный эколипсо называется. Сейчас куплю, покажу. Сам ни разу не пробовал. Возможно, в Анталии вместе с Владами его разобьем. И заодно попробую. Дело сделано. Калипсо у меня. Надеюсь, Влад заценит. Вообще, Влад очень сильно любит Шри-Ланку. Он здесь раз в пять был. Поэтому такой подарочник ему точно понравится. Хозяин, видимо, серьезно готовится к закрытию. Он до сих пор не сдал второй этаж. И вот сейчас пришли люди, спрягут нам здесь газон. Скорее всего, он будет консервировать это здание. Но мне так кажется, он его даже с сервисов убрал. Последний день, как говорится, нужно еще все отмыть. Смотрите, рюкзак помыл. Он прям стал как новый. Осталось только помыть коляску. Потому что она, конечно, вся в пятнах. И пока светит солнце, поставить ее пусть просыхает. Видите, какая у нас сегодня прекрасная-прекрасная погода. Эх, скучать мы будем по этим пальмам, кокозам. Все, транспорт готов. Осталось только ему высохнуть. И красота. Мирошка будет на чистом. Точнее, в нашем случае на коляске ездят наши вещи. Сейчас самое сложное, это, конечно, упаковать наш единственный чемодан. Мы, собственно, купили единственный багаж. Но когда мы сюда летели, мы брали 20 килограмм. Это, на самом деле, было по умолчанию такая история. А сейчас мы взяли 30. Потому что в тот раз я не стал его сильно набивать. И мы даже часть вещей убирали в сумку. Потому что было переживание, что нас просто зарубят там, когда мы сдавали. У нас было прям впритык, по-моему, 19,8. Нам же, Вити, нужно туда упаковать, значит, скейт, новую битву для игры в крикет, ролики. Это все, что мы сюда притащили. Представляете? Но сделали не зря, потому что дети и я на этом всем катались, пока мы были здесь. А сюда Мирон и Мочек. В скейт мой зашел. Вот так вот. Я не знаю для чего, но Настенка с собой брала огромная куча носков. Много детских. Вот видите, просто. И то, что вообще мы ни разу не одевали. И вообще на Шри-Ланке мы проходили просто в шортах и просто в футболках. По сути, можно с собой вязать одни шорты, одну футболку и потом здесь купить. Потому что здесь одежда очень дешевая. Причем есть брендовые, тоже дешевая. Единственное, что кофты нам понадобились, когда мы ездили путешествовать по острову. И то в единственном городе это Новораэле, потому что он находится почти на высоте 2000 метров. И там было вечером уже где-то плюс 15, плюс 13. А днем все равно было жарко, поэтому все равно разделись. Так что перед тем, как ехать на Шри-Ланку, думайте, что с собой взять. И стоит ли вам вообще брать эти чемоданы. И, собственно, лайфхак с носками. Учитывая, что у нас есть ролики, мы просто берем носки и забиваем ролики носками. О, вот это точно было нужно на Шри-Ланке. Вот бабочка, понимаете? Это моя. Это не твоя. Это я. Это Мирошкина. Коляска высохла. Осталось только, чтобы высохли все кроссовки. Детские уже подсохли, а наши что-то никак не могут подсохнуть. Надеюсь, что солнце нам сегодня поможет. И не будет сегодня идти дождь, и не будет тучек. Потому что это действительно важно. Едем мы в кроссовках, ведь тапочки занимают меньше места, чем кроссовки. Давай, открывай ротик. Все, гейм-овер. Зубы вообще просто. И вот тут уже зубик второй. Открой пошире рот. Ростянут тебе рот, первый зуб, который мы тебе обрывали. Так он еле вставлен вообще. Вот я думаю, ему принесет дубайская фея, дирхамы, ланкийская или уже турецкая. Я говорю, пиши письмо в долларах, просим. Да, в долларах. Два доллара. Ишь, бывает, рассказываю о том, что занимаюсь инвестицией. Ну, как занимаюсь. Я больше туда складываю просто те деньги, которые можно туда складывать. Как бы их не жалко терять. И если они вырастают, то это очень хорошо. Так вот, тогда в феврале все упало. Сейчас российский рынок начал очень хорошо прям расти. И я начал докупать, чтобы усредняться и так далее и тому подобное. В общем, сейчас пророссийские компании показали очень крутой результат. У нас неоднократно такое было, что акция подрастает. Мы так, чик, сфиксируем прибыль. И это нас очень сильно выручает. И сейчас я тоже решил вывести все компании, которые стрельнули. Я вот сейчас покажу, что стрельнуло. И достаточно большие проценты. У меня даже никогда такого не было, чтобы, например, вот эта акция бахнула в 100%. Представлять, да, чуть больше. Это как бы вообще очень и очень классные результаты. Ну, а вы напишите в комментариях, инвестируете ли вы. Если да, то куда. Интересно будет почитать. Мы решили, что мы с собой будем брать 100 долларов. Остальное будет у нас, значит, на карте, на турецкой. Потом у нас будет еще дополнительных 40 долларов. Это еще с того времени, как мы сюда летели. Плюс у нас есть совсем немножко турецких лир. Плюс у нас будет с собой немножко рупий на короняк поменять в аэропорту остатки, так сказать, ненужных рупий. Сейчас нужно найти единственное, кто здесь в Уни очень выгодно поменяет. Я так посмотрел по сегодняшнему курсу. 100 баксов это 31 тысяча рупий. Но возможно ли будет поменять по такому курсу, не знаю, не знаю. Ну и, в принципе, нам на дорогу вот 150 долларов должно хватить. Это учитывая, что у нас будет очень долгая пересадка в Дубае. Мы сейчас едем с пляжа на Тук-Токе, а в итоге потом увидели нашего май-френда и перепрыгнули быстро к нему. Смысл в том, что у них сейчас Новый год, и мы хотим купить ему детям торт, нашим соседям. И вот ему попрощаться, сказать спасибо, что нас возил. Вот, вот везет, видите, наш дружок. Это вангийский. Мы приехали в кондитерку, где я постоянно покупал здесь торты на все мероприятия, поэтому и здесь, естественно, тоже купим тортики соседям и нашему френду. Вот можно взять. Вот 2400 мне нравится. Купили. Да, давай до возле дома. Купили вот тортик соседям, тортик май-френду. Сейчас доедем до дома и ему подарим. И решили еще дать ему пятерку, потому что для них это много, для нас не особо. Ну, сделаем такой подарок, уезжая, я думаю, что это приятно. Мы дома, сейчас попробуем дарить все это дело. Мой френд. Ты родители? Родители, окей. С Новым годом. Окей. Родик, иди, до свидания скажи. Родик, иди, до свидания скажи. Скажи до свидания, скажи до свидания, вот так же, да. До свидания. Ну, ручка, пожалуйста. Папочка, папа, как сказали, что мы завтра уезжаем? А я уже сказал. Bye. Bye. Ненавижу прощаться. Парни ему задарили еще эту биту. Да? Да, все-таки. Так, осталось только соседям подарить. Но они почему-то сегодня их отсутствуют, да? Да, они куда-то уехали. Странно. Вроде приехали соседи. Смотрите, сколько у нас всего. Два пакета, здесь и вещи. И игрушки. И вон у Артемки торт. Идем дарить им. Нет, ворота закрыты. Закрыты-закрыты ворота, Настя. Стояла, она выдавалась, вот он идет. Короче, никого нет. Все, есть, есть дома. Hello. My family tomorrow go home. And present. Okay. И двухэтажный дом оказывается. Ну, как говорится, большое дело сделали. Все дела сделаны. Все. Мы, как говорится, упакованы. Самое главное, чтобы нас завтра не подвели с машиной. Я очень надеюсь, потому что я его спрашиваю. Кинь, говорю, мне номер машины и номер водителя. Потом, говорит, сегодня после 11 вечера. Надеюсь, с утром не будет никакого форс-мажора. Иначе это будет вообще катастрофа. Так, все, пишите комментарии, ставьте лайки. Вот так вот мы просто финалим наше нахождение, наше путешествие по Шри-Ланке. Надеюсь, этот сезон вам понравился. Кто не смотрел сезон, там вот в описании будет ссылка на два плейлиста. Да, да, у нас был сезон в сезоне. Сначала мы отдыхали на берегу в Уноватуни. Потом мы катались по всему острову, брали машину в аренду. А потом мы снова чилились здесь. Уже посвящали это такой нерастропной жизни, серфере и так далее и тому подобное. Все, друзья мои, буду завершать этот видеоролик. До нового выпуска. Завтра мы отправляемся уже в Турцию забирать нашу машину. И надеюсь у нас... Очень надеюсь, что у нас все получится. Не будет никаких форс-мажоров. Не попадем на деньги. Хотя переживаем. Капец. Ладно, держите за нас кулачки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok